В 1993 году боец был переведен в знаменитую тюрьму Владимирский Централ. Там за него взялись с новой силой и усердием, тюремщики поставили себе задачу прицельно сломать именно этого вора, слухи о несгибаемой воле которого ходили по всем тюрьмам и колониям. Зная, что боец на контакт с надзирателями однозначно не пойдет, те придумали способ, как почаще применять санкции к непокорному арестанту. Его принялись постоянно назначать дежурным, в обязанности которого входило оглашать количество зэка в камере. Само собой, боец даже не собирался почняться, каждый раз делая вид, что не замечает вошедших тюремщиков. Тем только того и надо было, раз за разом его скручивали и выдворяли в карцер на 15 суток. А как только срок наказания истекал, боец снова назначался дежурным, и все повторялось. Неизвестно, сколько бы длилось противостояние вора и тюремного руководства, если бы не случай в 1995 году. К этому времени боец сильно сдал в плане здоровья, из-за жуткого холода в карцере у него появились проблемы с суставами и начала отказывать левая рука. Надзиратели, предвкушая скорую победу, с намеченного пути не сворачивали и продолжали требовать от арестанта доклада. Однажды они вошли в камеру и уже готовились отвезти бунтаря в карцер. Как вдруг увидели лицо бойца и от неожиданности лишились дара речи, рот вора был зашит черными нитками. Изумленные такой силой духа тюремщики не стали больше его трогать. Помимо противостояния тюремной администрации, боец успевал решать рутинные вопросы в криминальном сообществе. Во Владимирском Централе он пользовался огромным авторитетом и, даже находясь в карцере, умудрялся разрешать проблемы арестантов. Также он стал крестным отцом знаменитого вора в законе Александра Северова, Саша Север, друга певца Михаила Круга, которому тот посвятил свою самую знаменитую песню Владимирский Централ. Подпишись на мой канал и будь всегда в курсе всех событий.